МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Видное ТВ проведу я, Татьяна Брылова. Здравствуйте! И вначале коротко о темах выпуска. Итоги работы в марте и самые важные мероприятия апреля обсудили на ежемесячном совещании в кинотеатре «Искра». Не просто промести, а еще и промыть. Значит, вот начиная с сегодняшнего дня, не с Советской площади, а уходим во все микрорайоны. Третье хирургическое отделение в РКБ готовится к большому ремонту. Батареи нужно менять и водоснабжение, канализацию. Солнечный юбилей отметил один из старейших детских садов города Видное. Сколько солнечек у нас, и такой не просто класс. А когда мы подрастем, всех в окно следить начнем. В кинотеатре «Искра» ежемесячное оперативное совещание провел глава Ленинского района Валерий Венцель. Заместители главы администрации и руководители муниципальных управлений и служб доложили об итогах работы в марте и озвучили планы на апрель. С подробностями Екатерина Борисова. На ежемесячном оперативном совещании заместители главы муниципалитета и руководители районных управлений и служб отчитались об итогах работы за март 2019 года. Так МФЦ Ленинского района продолжает показывать высокие результаты работы. Он вошел в тройку лучших по Московской области. Продолжают открываться новые отделения. В марте почти в два раза по сравнению с январем снизилось количество повторных обращений в скорую помощь благодаря своевременному реагированию и хорошей работе амбулаторно-поликлинической службы. Также ко дню Ленинского района планируется полностью обновить парк-карет скорой помощи. Обновления ждут и объекты дорожного хозяйства. Работа по нанесению горизонтальной дорожной разметки, покраски бортового камня и пропетных ограждений будут проведены до 1 мая 2019 года. Зато это еще работа подрядная организация на сегодняшний день ведется. Заместитель главы муниципалитета Сергей Гаврилов рассказал о том, что в городском парке культуры и отдыха планируется создать автогородок на месте площадки для игры в бадминтон. Валерий Венцарь предложил еще раз проработать вопрос размещения этого объекта совместно с депутатами и главой городского поселения Видное Моисеем Шаваиловым. Обсудили также ситуацию в районе с капитальным ремонтом и работу управляющих компаний. Мы успели в погожие дни марта на территории именно города Видного закрыть все обращения граждан по текущему ремонту швов. Наверное, не следует скрывать, что у нас проблема с кровлями. И мы планируем в апреле, в мае подобрать мягкие кровли, чтобы в июне уже можно было раскрывать там, где текущим ремонтом, жесткие кровли. Валерий Венцарь озвучил основные задачи на апрель. Он призвал как можно скорее и тщательнее привести район в порядок после зимы. Очистить дороги и тротуары от грязи и остатков песко-соляной смеси, проверить ливневую канализацию и покрасить деревья. Обращаю внимание на уборку дорог, обращаю внимание на уборку тротуаров. Не просто промести, а еще и промыть. Значит, вот начиная с сегодняшнего дня, не с Советской площади, а уходим во все микрорайоны, сельские, городские поселения, для того, чтобы мы вымыли всю эту грязь, которая осталась после зимы. В рамках месячника по благоустройству уже прошло два районных субботника. В этом месяце планируется проводить их каждую неделю. А 20 апреля состоится общеобластной субботник, в ходе которого планируется не только завершить уборку территории муниципалитета, но и посадить новые деревья вдоль дорог и вылетных магистралей. Екатерина Борисова, Николай Карбанов, Ольга Садовская, ВИДНОТВ. Третье хирургическое отделение ВИДНОВской районной клинической больницы уже давно требует капитального ремонта. Деньги были выделены из областного бюджета, и скоро ремонтные работы начнутся. Проверить состояние помещения накануне приехал депутат Московской областной думы Владимир Жук. Подробнее в материале нашего корреспондента Дмитрия Книги. Здание, где расположено третье хирургическое отделение ВИДНОВской районной клинической больницы, было построено в 1968 году. Само отделение существует 18 лет. За это время здесь ни разу не проводился масштабный ремонт. При помощи администрации района медицинские работники поддерживают помещение в удовлетворительном состоянии. Но судя по обвалившейся штукатурке и протекающей крыше, зданию необходим капитальный ремонт. Об этом депутату Московской областной думы Владимиру Жуку рассказал заведующий отделением Василий Осокин. Нам была выделена помощь и отремонтирована крыша. Мы смогли перезимовать. А так крыша у нас стекла. То есть сейчас крыша, она как бы не протекает? Крыша, она чисто сделана косметически, не капитально. Не капитально, то есть временно. Временно, да, чтобы мы хотя бы перезимовали. Несмотря на непростые условия работы, третье хирургическое отделение – одно из самых востребованных и рентабельных во всей больнице. За время своего существования здесь проведено около 12 тысяч операций по современным лапароскопическим и лазерным методикам. Но помимо тех проблем, что видны невооруженным глазом, также мешает работе на высоком уровне состояние инженерных сетей. Батареи нужно менять и водоснабжение и канализация, потому что это никогда ничего не менялось. Поэтому имеются проблемы, частые засоры и недостаточное давление, что необходимо для аппаратуры. Работающие. Поэтому требуется ремонт. Благодаря тому, что отделение вошло в программу развития здравоохранения Подмосковья, капитальный ремонт помещения будет произведен уже в ближайшее время. Выделено порядка 120 миллионов. Они уже находятся на счету. Сейчас идут проектные работы. Через несколько месяцев, я думаю, может даже и раньше, начнутся реальные работы. Они пройдут в течение 4-6 месяцев. Зависит от погодных условий, потому что объем большой работ, в том числе и уличной работы. Будет выполнен ремонт фасада здания, заменена кровля, переложены коммуникации и проведена внутренняя отделка помещения. Вместо старых деревянных рам на окнах появятся пластиковые стеклопакеты. Владимир Жук пообещал держать ситуацию на личном контроле. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Екатерину Федотову хорошо знают жители поселка Развилка. О таких людях обычно говорят мастер с золотые руки. С творческой личностью поближе познакомился и наш корреспондент Максим Козлов. Недавно в Развилковской библиотеке прошел очередной мастер-класс по изготовлению мыла. Екатерина Федотова вместе со своей ученицей Таней Тодоровой делится секретами мастерства. Как выясняется, вдохновение для своих работ Екатерина Алексеевна находит повсюду. Идешь по улице, осень, листва под ногами, красиво шуршишь и думаешь, ну как-то вот с детьми же надо вот эту осень запечатлеть на мастер-классе. Значит, тогда получается вот мыло, посвященное осени. Это же вот тоже все мыло, которое мы с детьми варили по осени. Опять Новый год, год свиньи. Почему я на примере этого года? Потому что вот опять вот этих поросет мы варили опять-таки вот с детьми в этом году подарок папе и маме на Новый год. По уверениям мастерицы, наполнителями для мыла могут послужить самые неожиданные материалы и смеси. Впрочем, это понимание приходит после долгих творческих экспериментов. Мыло – это же чистая основа, которую, в принципе, мы берем в магазине для маловар. А дальше в это мыло мы можем добавить геркулес. И тогда это получится мыло-скраб. Или вот опять мы с детьми, да, мы добавляли, мы делали мыло. Это мы лепили с детишками новогодние снежки. У нас был в то время, когда стоял вот жуткий мороз. Причем дети сами придумали вот такие конвертики. Это опять-таки обыкновенное мыло, из которых они лепили снежки. Обмакали мы его в сахаре. И это получился мыло-скраб. Попробуйте на себе. Для мастер-класса в библиотеке Екатерина Алексеевна подготовила фото-зону, где во время перерыва ребята делали оригинальные снимки. А дуванчик для нее был выбран не случайно. Екатерина Федотова помимо творчества занимается еще одним важным делом. Но говорить об этом стесняется. Кроме того, что я варю мыло, мне стыдно про себя рассказать. Да ладно, бросьте вы. Я есть волонтер фонда Вера. Фонд Вера – это фонд, кто помогает онкологически больным людям. И символ фонда Вера – это вот этот дуванчик. Эту фигуру Екатерина Федотова сделала всего за два дня из поролона, ткани и труб. В ее арсенале рукоделия немало различных ремесел, но все же главное призвание – изготовление мыла. Нередко повод для творческого поиска дают друзья. Мы придумали мыло, которое называется «Гаданин кофейный гущ». Это из мыла была сваренная чашка, кофе. Это все было кофейно. Были такие шары, и они на самом деле просто в темноте светились. А в итоге, когда просто им купались, это получалось опять мыло скраб. Мыло можно любое сделать. Кто-то звонит и говорит, вот у меня дедушка танкист, ему надо подарить танк. Я говорю, ну ради бога, давайте мы тогда делаем фому, мы делаем мыло в виде танка. Друзья и знакомые ценят такой творческий и неожиданный подход к любимому делу. За большое сердце и умелые руки и прозвище Екатерины Федотовой дали соответствующее. По отчеству я Катерина Алексеевна, и как-то везде у меня во всех никах, по жизни везде Катерина Великая. Опять-таки Великая почему? Потому что у меня как бы вот всю жизнь я занимаюсь прикладистикой, что-то варю, что-то вышиваю. И все друзья мои звонят и говорят, а ты нам на праздник подарок сделаешь, а ты сюда сделаешь, а ты сделаешь. И как-то вот так вот и повелось. Что из Екатерины Федотовой я превратилась в Катерину Великую. Екатерина Федотова не устает делиться своими умениями на многочисленных мастер-классах, в основном проводимых для детей. Приходите к нам варить. Мы будем вам очень рады. Да, и вот у меня уже растет поколение, вот Таня, она уже все знает, она уже все умеет. Она их будет тоже учить, да, Танюш? Екатерина Алексеевна не хочет, чтобы искусство превращалось в ремесло, а потому принципиально не продает свои творения, ведь в каждое из них она вкладывает частичку своей души. Максим Козлов, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ. Один из старейших детских садов нашего города отметил солнечный юбилей. Почему солнечный? Да потому, что детский сад называется «Солнышко», а исполнилось ему 50 лет. Несмотря на столь солидный возраст, в образовательном учреждении применяются современные методики воспитания, а творческий коллектив делает все, чтобы ребятам было интересно. Наша съемочная группа познакомилась с жизнью «Солнышко» поближе. Свой полувековой юбилей детский сад «Солнышко» отмечает в год 90-летия со дня образования Ленинского района. И, конечно же, его история – часть истории нашего муниципалитета. Когда-то он был вот таким. Но уже 17 лет детский сад ведет новую летопись. На протяжении всего этого времени дошкольное учреждение возглавляет Любовь Пыхтина. Это были очень сложные перестроечные годы. Это был тот период, когда сад был наполовину пустой. Сейчас, наверное, каждый родитель, пытаясь устроить своего ребенка в детский сад, никогда не поверит. И мечтал бы о том времени, когда легко и просто можно было подать заявление и прийти в детский сад. Обретя свою новую жизнь, «Солнышко» изменилось не только внешне. Самое главное – здесь поменялся подход ко всему воспитательному процессу. Большое внимание Любовь Кузьминична уделяет подбору сотрудников. У нас не задерживаются случайные люди. Приходят на работу, просят устраиваться. Я просто даю первый вопрос. Идете в сад почему работать? Потому что свой ребенок или потому что любите детей? Если, говорят, мне на этот период некуда ребенка своего пристроить, то, как правило, эти люди в сад не попадают работать. Ну а кто приходит, тот остается надолго. И тому подтверждение ветераны, которые побывали на празднике в качестве гостей. От Татьяны Хватовой в течение долгих лет напрямую зависело здоровье детсадовцев. Ведь ее задачей, как повара, было вкусно и полезно кормить малышей. Мы так старались, так старались всегда, чтобы накормить их. Тогда не было у нас это самое, нет, шкафа жарочного, ничего, никаких. Это сами все руками, все с вами руками делали. Педагогический стаж Валентины Алексеевны Иванцовой 35 лет, немалую часть из которых она проработала в этом детском саду. Я вот три года не работаю, вы знаете, у меня все перед глазами. Я просыпаюсь утром, о, сука, время сду. Сейчас то-то, то-то, то-то идет в группе, в такой-то, например. А если в такой-то, то-то, то-то, то-то. Я уже все до сих пор помню, все знаю, поэтому я любила свою работу. Сегодня ветераны с восторгом смотрят на своих последователей, полных творческих сил и желания работать. В детском саду проводится множество самых разных мероприятий. Вот, например, из последних – конкурс рисунка «Праздник весны». Ну а все успехи детей отражены в этих дипломах и грамотах. А в этот торжественный вечер почетными грамотами были отмечены и лучшие сотрудники дошкольного учреждения. Почетные грамоты главы Ленинского муниципального района и памятным подарком награждается Гурьева Виктория Болеевна. Грамоту от районного совета депутатов получила в этот день Галина Гзирян. Ее работа поистине одна из самых непростых. Ведь каждый год к Галине Грантовне приходят самые маленькие детки, для которых она становится второй мамой. За 19 лет через ее добрые руки прошло порядка полутысячи малышей. Любимчики есть? Ну, бывает. Ну, почти-то все любимчики. Каждый по-своему? Да, каждый по-своему. Праздник в честь солнечного юбилея организовали своими силами. Участвовали в нем практически все сотрудники и воспитанники сада. Музыкальному искусству в саду учат два педагога. Одна из них – Ирина Емельянова. Хоть и влилась в коллектив совсем недавно, но уже полюбила и детей, и новую работу. Я очень рада, что попала в этот коллектив. Очень дружный, очень трудоспособный. Девчонки все-таки прекрасные педагоги, во-первых, прекрасные профессионалы. Мне очень приятно с ними работать. На праздник пришло много гостей – коллеги и друзья «Солнышко». Каждый в этот вечер смог сказать теплые слова в адрес юбиляров. Первый заместитель главы районной администрации Дмитрий Волков пообещал помочь в модернизации детских площадок сада, а также преподнес подарок от имени главы муниципалитета. Подарок от главы сертификат вам на 100 тысяч рублей. Ну а завершением праздничного вечера стала премьера гимна, написанного музыкальными руководителями детского сада. Сколько солнышек у нас, и такой не просто класс, а когда мы подрастем, всех нам вновь следить начнем. И о погоде. Во вторник Московская область окажется в теплом секторе атмосферного вихря. Погода ожидается пасмурная, дождливая, но теплая. Даже ночью она не преодолеет нулевой рубеж и будет в пределах от 4 до 6 градусов. Днем температура повысится до 13 тепла. И это все новости. Увидимся во вторник в это же время. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин